Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем проходить Волк среди нас. Погнали дальше. Чё там зависельник висит. Так, проверь всех, кто подходит под этот профиль. Начни с синей бороды. Уже ли чё, мисс Нежка? Готов обследовать тело? Да. О, господи, чё-то не забыл. Пойдём. Это коробка с уликами на Бигби. Ведьмин колодец. Здание Абудлендс. Такое... Вообще помещение очень такое странное. Ну что ж, давайте изучать. Ого. Я даже не представляла. Ты уверена, что справишься с этим? Тебе не обязательно оставаться здесь. Я хочу остаться. Я справлюсь, это просто... Немного странно. Эти чары такие эффективные, такие... Сильные. Но... Просто делай, что тебе нужно. Шо, давай изучать. Это странно. Я не ношу такую брошь. Возможно, это на самом деле принадлежит ей, а не часть чар. Похоже, это вещица с родных земель. Бавкин, ты узнаёшь эти символы? Нет, ничего подобного раньше не видел. Порез такой же, как у Веры. Доктор свиной сердца разговаривал с тобой насчёт Веры? Нет, он сказал, что хочет сделать ещё несколько тестов. Если рана на шее такая же, то у неё во рту тоже что-нибудь может быть? Есть что-нибудь? Ничего. Она не совсем такая же. Ты можешь закрыть ей рот? Да не вопрос, ладно. Спасибо. Ну да, конечно, неприятно видеть. Считай себя. Следы от уколов. Она принимала наркотики простаков? Похоже на то. Они довольно сильные, я слышал, что они начинают колоться в ноги, если их руки уже все исколоты. Или они пытаются спрятать следы от уколов. Погоди. Если чары должны были сделать её похожей на меня, разве это не должно было скрыть такие вещи, как следы от уколов? И эта брошь тоже. Но почему всё остальное изменилось? Возможно, это дешёвка, просто чтобы сделать своё дело. Ведьмы наверху хорошо знают своё дело, поэтому чары и стоят так дорого. Если только кто-нибудь не создаёт чары нелегально. Технически это не нелегально, мисс. Это, конечно же, не одобряется, но запрещающих это законов не существует. Так значит, есть что-то типа чёрного рынка, где продают чары? Можно сказать и так. Предполагаю, что любой с доступом к нужным книгам и хорошо обученный мог создать такие чары. Ещё одна вещь, о которой нам стоит подумать. Чёрный рынок это или нет, но сходство довольно точное. Взгляни на это. Пуговицы тоже не одинаковые. Вот ещё одна здесь. Следы от верёвки. Она была связана. Они привязали шлакоблоки к её лодыжкам, чтобы она ушла на дно. Ох. У неё кулак зажат. Значит, она сопротивлялась? На костяшках ссадин нет. Может, она хваталась за что-то? Возможно. Да. Что ты делаешь? Пытаюсь узнать, что там. Боже, Бигби. Что это? Цветы? Ага. Ты права. Эти пуговицы разные. Интересно. Что? Снежка, мне нужно расстегнуть её жакет. Бигби. Просто позволь мне. Не хочет, чтобы... Видеть, как её волк раздевает. Мы делаем успехи. Давай посмотрим, что ещё можно найти. Простите, это заняло намного больше времени. Что вы разузнали? Я ещё не закончил. Что ж, тогда разберись с этим. Мы не можем тратить здесь время впустую. Убийца может готовиться к очередному нападению, пока мы разговариваем. Нам нужно продолжать. Так. У неё духи, как у тебя. Откуда она могла знать? Откуда ты знаешь, какие у меня духи? Этот нос не подведёшь. Не проведёшь. Ещё я увидел бутылку на твоём столе. Используй это. Что это? У неё были духи. Похоже, что кто-то выбрал их для неё. Значит, кто-то дал ей инструкции. А вот и чара. Я видела раньше такие вещи. Это определённо волшебство, хотя в наше время ведьмы уже не мастерят такие штуки. Я не думаю, что будет умным баловаться с этим. Это какой-то вид магии из чёрного рынка. Кто знает, что она может натворить? Нам стоило бы осмотреть его, чтобы быть уверенным, что это не опасно. Ты можешь помолчать. Мешает, блин, не даётся сосредоточиться. Что? Там что-то есть. Как нам её открыть? Думаю, я разберусь. Нужно что-то сделать с этими кольцами. Так. Ага. А вот открылся наш замочек. Олень? Что это означает? Ох. А может, и не чары. Это... Это твои волосы. А на фотографии... Что за фотография? Как она будет в развернутом виде? Похоже, кто-то взял её в моей квартире. Я заметила, что она пропала, но я и подумать не могла. Это последнее фото, где мы с Розой вместе. Мы с сестрой уже почти не общаемся. Кто это сделал, Бигби? О, господи. Она тролль? Вы, должно быть, шутите. Да, ага. Она тролль. Мы можем продолжать? Кто она? Раньше здесь этого не было. Как думаешь, кто она? Я знаю мало троллей, к сожалению. Она похожа на Холли. Владелица барцок от копыт? Нет, она выглядит немного... О, нет. В чём дело? Это не Холли, это её сестра Лили. Она была объявлена пропавшей без вести, но я... Я думаю, это было спущено на тормозах. Нам нужно пойти рассказать Холли. Точно. Кто знает, она может что-нибудь об этом знать. С кем Лили общалась? Определённо с ещё одним троллем. Нам пора идти. Ты не можешь пойти туда? Почему нет? Это слишком опасно, кто-то пытался убить тебя. Бигби, ты не можешь позволить ей идти с тобой? Ты подвергнешь её жизнь опасности. Если Снежка захочет пойти со мной, я не стану её останавливать. Нам пора идти. Ты готова? Да. И мы избежали, кстати, щекотливого разговора по поводу нижнего белья. Иначе с этим могли бы быть проблемки. Бар Цук от Копыт, Бронкс. Рано утром. Всё это полная херня, и так было всегда. Да в чём заключается его работа? Он следит, чтобы Вудландсу ничего не грозило. Джек, я не знаю, где они. Это твой бар, у тебя должны быть дротики. И обычно у меня они есть, но хрен его знает, куда они делись после... Мне немножко раздражает, что Бигби вот так берёт и выкидывает окурки. Но же, Холли, мне нужно развлечься. Что-то бросает окурки везде, где попало. Свинтус. Ладно, ладно, знаю, просто расслабьтесь. Я вам ничего не сделаю. Хорошо. Мисс Снежка, слышал, у вас было типа странное утро? Думаю, странное утро было у всех. Этот парень худеет с каждой нашей встречи, это поразительно. Он худеет, но каким-то образом остаётся качком. Джек. Волчонок, дружище, как поживаешь? Потому что, знаешь, мы только что о тебе говорили. Мне нужно поговорить с Холли. Лично. Ладно, только удели нам секундочку. Мне очень хочется услышать насчёт тела, которое нашли в реке этим утром. Это было сказание, да? А, все знают. Труляля тут был. Ты уверен, что это был не Тралеля? Ну, нет, но он выглядел вполне уверенным. Крейн. Прости. Труляля сказал, что вы арестовали его без причин, оставив его в камере на всю грёбаную ночь. Сказал, что ты пытал его, что, как мне кажется, не входит в твои обязанности. Бигби, ну же, ты не можешь быть таким глупым, как... Джек, закрой рот сейчас же. Никто его не пытал, кроме бороды. Что с вами? Ты и Грэн, вы предлагали взбунтоваться, когда тут никого не было, но как только пришёл большой страшный серый волк, вы сразу же поджали хвосты. Он побил тебя. Струсили? Что случилось? Что случилось? Я устала, вот что. Устала от чего? От проблем, Джек. Меня тошнит от проблем. Я не хочу их ещё больше. Джек. Что? Бигби, слушай. Два сказания мертвы. И чёрт побери, сестра Грэна. Сестра Холли. Сестра Холли пропала. Сколько там? Несколько дней назад, но об этом никто... Эй, полегче! Ай, блин! Что я сделал? Свали отсюда куда подальше, Джеки. Грэн, ты должен подучить новые слова. Ладно. В общем, есть какие-нибудь новости? Я не знаю, как тебе сказать, Холли. Женщина, которую нашли в реке. Кто это? Ты знаешь, кто это. Да твою ж мать! Зато, дорогая мать её принцессы Белоснежка, целая и невредима. Ты сейчас доорёшься. Где ты был, когда мы сообщали об этом неделю назад, а? Где ты был, когда ты нам был так, блин, нужен? Если бы вам было дело до нас, вы могли бы спасти её. О ней могли позаботиться, её могли... Так, на выход. Не трогай её. Я ни за что не оставлю её с тобой. М-да. Узнать то, что её сестра умерла, да ещё таким образом... Это слишком неожиданно. Даже учитывая, что она тролль. Холли. Вали нахер из моего бара. Я просто... Это должна была быть ты. Ты, а не кто-то другой. Боюсь, что ты, скорее всего, ошибаешься. Мы нашли это у неё. Думаю, что тебе стоит забрать её. Я... Я не знала, что она до сих пор хранит её. Медь была из шахт гномов. Очень редкая и старая. Она очень красивая. Грэн, да. Можешь ненадолго отойти? Ты уверена? Все сказали, иди отсюда. Пшёл бы ты нафиг отсюда. Я не так много знаю о её жизни. Честно говоря, мы не часто общались. Она сбилась с пути в этом городе, и это её и уничтожило. У неё есть друзья? Кто-нибудь мог бы сказать нам, за что её убили? Почему она была целью? Я не знаю о её друзьях. Она в основном околачивалась там, где работала. Она работала проституткой, чтобы расплатиться с долгами. Мне было больно смотреть на неё. Она задолжала тем, на кого работала в том сраном клубе. Называется «Сладкий десерт». Владелец Джорджи со всеми его грёбанными гонорарами просто горшок дерьма. Он держал её в ежовых рукавицах. Гонорары? Какие гонорары? Похоже, на те старые фабричные лавки. Там давали людям в долг, а потом давили на них, если долг не был возвращён. Остальное мы узнаем в клубе. У нас есть улика. Может, воспользуемся ей? Спасибо за всё, Холли. Мы можем как-нибудь тебе помочь? Нет, нет, я лучше разберусь с делами одна. Мне не нужны сострадания и благотворительность. Это не благотворительность. Мы просто хотим помочь своим. Она... Где она? Она в администрации. О ней позаботились. Мне придётся сходить и забрать её. Блин. Пожалуйста, мы можем организовать похороны. Нет, не то. Это типа у троллей есть такая традиция. Мы сжигаем тела на рассвете, иначе какой-то хрена старого света украдёт нашу душу. Конечно. Хорошо. Прекрасно. Сходим в администрацию и начнём подготавливать необходимое, да? Это типа улыбка была на лице у Бигби? В клуб? Я туда съезжу, поговорю с владельцем. Ты был добр с ней? Я впечатлена. Правда. Спасибо, это всё облегчает. Надо ещё вот эту стену починить, по идее. Открытое достижение сёстры. Сёстры, конечно, красавицы прям вообще не писаные. И снова этот фиолетовый, нуарный, такой неоновый свет. Просто потрясающая, прекрасная игра. Отель. Клуб «Сладкий десерт». Бронкс. Вечер. Ох, шериф, какой приятный сюрприз. Раньше я вас здесь не видела. Вам всегда здесь рады. Вы здесь по работе или для себя? Или вы... У меня вопросы к Джорджу. Значит, перейдём сразу к делу? Вам повезло, он здесь. Пойдёмте. Должна предупредить, что Джорджа не любит, когда ему мешают во время работы. И сейчас у него нет настроения. Он хуже, чем обычно. Всё будет в порядке, я умею находить с людьми общий язык. Да, я слышал. Ну да, это такой сарказм, конечно, был со стороны Бигби. Да и с её стороны тоже. Мало слышала, как ты находишь общий язык, избиваешь всех. Добро пожаловать в сладкий десерт. Здесь мы помогаем жителям Фейблтауна удовлетворить их разнообразные потребности. То, что нравится вам, нравится и нам. То, чего желаете вы, желаем и мы. Мы гарантируем негласность и исполнение всех ваших желаний. Ты знаешь, Лили? Она здесь работала. Мои уста закрыты. Лучше спроси об этом Джорджи. И какая-то песня играет. Я буду говорить на фоне этой песни, чтобы не произошло никакой глупости. Твою ж мать! Что ты творишь? Ты выглядишь так, будто тебя припёрло посрать. Кто, по-твоему, захочет на это смотреть? Никто! Дальше я сам. Удачи. Проблема в твоём лице. Нужно улыбаться, а ты никогда этого не делаешь. А, это ты. Мы закрыты. Продолжай танцевать. Я не говорил останавливаться. Да твою мать! Стой здесь и даже не вздумай садиться. У меня есть вопросы. Представь моё удивление. Чего ты хочешь? Пришёл сюда немного поразвлечься? Знаешь что? Возвращайся после полуночи, я смогу вас познакомить. Или, зная тебя, она, возможно, не в твоём вкусе, ты предпочитаешь девушек, которые будут сопротивляться? Скажи мне, ты хочешь неподвижную девку? Ты не знаешь меня. Ты не знаешь меня. Хорошо, загадочный волк, одиночка, я понял. Боже, Бигби, ты такой простак, и мне это нравится. Нет, правда, нравится. А Донис какой-то там. Ладно, хорош, шериф, я просто прикалываюсь. Слушай, я знаю, зачем ты здесь. Уверен? Слушай, шериф, здесь мы не можем ждать, пока ты и твои богатенькие дружки заинтересуются нами. Мы должны присматривать друг за другом. Когда случается что-нибудь плохое, я узнаю об этом, особенно если это касается моего бизнеса. Тогда я думаю, ты знал, что Лили зачаровали. Но разумеется, да, она ведь тролль. Нет, в смысле, чары превращали её в другое сказание. Да, ну и что? Кому какое дело? Люди способны на всё, что угодно, когда на них никто не смотрит. Это их дело. Я думаю, за этим стоишь ты. Ты добыл ей чары с чёрного рынка, чтобы воплотить в реальность чьи-то извращённые сексуальные фантазии. Чёрный рынок, как захватывающее. Этого стоило ожидать от такого громилы, как ты врываешься, разбрасываешься обвинениями, запугиваешь людей. Да только, блин, тебе нечем это доказать. Фу. А мы все должны прыгать каждый раз, когда волк покажет свои зубки. А теперь посмотри на него. В любом случае, если её изочаровали, то не для меня. Мне не нужны неприятности. Тогда для кого? Не знаю, у неё было много клиентов. Может, это была идея кого-то из них. В Фейблтауне живёт много идиот странных людей. Например, кто? Спроси у зеркала. В любом случае, я здесь ни при чём. Так, я тебе сейчас сломаю эту хреновину. Продолжай. Ох, всё, парень, ты меня достал. Сейчас тебе тут всё нахрен разнесу. Хочешь меня ударить? Ну давай. Ты ведь хочешь это сделать, да? Чё, неожиданно, да? О, нет, блин. Ты, уйди со своим грустным лицом куда подальше. Твою мать. Гордишься собой, парень? Гордишься тем, что устроил? Твою мать. Свалей, Ганс. Погоди-ка. Ганс, верно. Ганс просто подрабатывает здесь уборщиком и вышибалой. Он ничего не знает о девочках и их клиентах. Этого никто не знает, понимаешь? В этом вся суть. Мы гарантируем негласность. Понял? Именно поэтому никто ничего не знает, включая меня. Я просто закрываю глаза и беру деньги. Вот и всё. А может, позволим ему взглянуть? В каком смысле? Разве у тебя нет книжечки, в которой записана вся информация о девочках? Ты грёбаный кретин. Покажи её мне. Нет никакой книги. А что до тебя, Ганс? Нам нужно научить тебя общаться. И я даже знаю, с чего начать. Эй, это моя личная собственность. Валяй, делай то, что умеешь. Да не вопрос. Ты, парень, сам напросился. Такому говнюку, как то я. Я тут вообще сейчас всё разнесу нахрен. Нет, нет, нет! Ах ты, урод! Полегче! Не трогай! Даже не думай об этом. Твою мать! Купи жидкокристаллический. Не трожь! Понял меня? Это не то, что ты ищешь. Крауд там, суровый контроль, типа того. Так, так, что это? Похоже на сейф, встроенный в пол. Не знаю, он был здесь, когда я купил это место, и ключей у меня нет. Шериф, ты успокоишься? Чёрт, да мне ведь открываться через пару часов. Тебе понравилось, шериф? В следующий раз я возьму с тебя деньги. Господи, ты меня убиваешь, умоляю, остановись, я заплачу. Твою мать. Брось, дружище, просто не трогай, там ничего нет. Да блин, это ведь стрип-клуб, а что теперь девочки будут танцевать? Подгубную гармошку или казу? А может включить? Невероятно. Иди за мной. Угробил мой бизнес из-за этой херни, защитник Фейболтауна. Ага, как же, на всю голову. Чокнулся. Я бы на твоём месте так не радовался, там нет ничего, что бы могло тебе помочь. А вот мне и моему клубу ты насолил изрядно, гордись. И буду гордиться, ты ещё тот говнюк. Вот, это последний выход Лили. Итак, Джорджи, скажи мне, кто такой мистер Смит? Господи, Бигби, боюсь, что это фальшивое имя. Если я раскрою личность клиентов, то мой бизнес накроется, и это известно даже дураку. Что за 207-й? А мне, блин, откуда знать? Может, размер... Не ври мне, Джорджи, это твоя книга и твои девочки. Но я им не секретарь. Я предоставляю им сцену, музыку и эротическую атмосферу, чтобы привлекать клиентов. Но давай кое-что проясним. Девочки сами договариваются с клиентами, я тут ни при чём. Девочки сами договариваются со всякими мистерами Смитами, Джонсонами и мистерами Икс. Всё, что случается вне клуба, меня не касается. Я организовываю встречи, забираю деньги, только и всего. Меня достал, ты и твоя мания всё крушить. Я позвоню твоему начальству и оставлю на тебе жалобу. Уй, да всем плевать. Алло, администрация? Чтоб в довесок уже там совсем, чтоб у него всё тут испортить. Так, ладно, друзья, давайте на этом моменте мы закончим эту серию. Я надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, зовите друзей, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Артём, всем всего хорошего. Пока.